Субтитры делал DimaTorzok Ну ладно это место, а дальше куда Ветя разносит. Смотрим что дальше. Это чисто все. Жуковский чиновник считает, что из контейнеров нету все чисто. Посмотрим. Очень чисто. Очень, очень чисто у нас во дворах. Вот чему приводит отсутствие мусорных контейнеров. Чистота дальше некуда. Чистота из всех бутылок видна и пакетов. Нет контейнеров для мусора, мусор лежит просто по улице с тонким строем. Вот вся чистота в этом. Находимся справа от интерметара, в дорожной железной дороге. Куча мусора. Рядом РЖД проходит, несколько десятков метров. Мусор никто не убирает. Бытовой видимо. За заболом видимо перорамы какие-то. Вот, рядом железная дорога, видите, находится. За забором и железной дорогой. После второго переезда из Жуковка и сторону Смоленска. Везде куча мусора. На дороге железный метров 30. Помойка на помойке. Везде куча мусора. Дорога от микрорайона Б на даче. Как мы видим, завалено мусором всевозможным. И бытовой, и дачной, и все настоящее. По дороге на даче и на мусорных контейнер нет, поэтому весь мусор оказывается в лесу. Там же куча. Дорога к дачам. Еще одна мусорная куча возле дач. Между РЖД и дачами. Только в деревне Арсуфьев находимся. Там, где раньше было место для установки мусорных контейнеров, сейчас просто куча мусора. Как видим, субботники надолго не помогают. Так называемые любители субботника могут на две недели очистить, но так проблемы не решаются. Видим и строительный мусор, и бытовой. Как мы видим, там, где были контейнеры, где лежит просто мусор. Кому так выгодно? Только тем, кто экономит на мусорных контейнерах. Мы находимся на улице Ани Морозовой, в районе детского ток-санатория. Что мы видим? Противотанковый ров забит бытовым мусором, автохимическим мусором. Практически на всем протяжении своем. Вот тут кусты кто-то нарубил, накидал. Здесь опять бытовой мусор. Пластика много, ведерки, бутылки. Там, наверное, мешки есть. На той стороне куча. Тут строительный мусор, видимо. Бытовой. Здесь шифер. Остатки строений, каких-то накиданных, доски. Опять же, куча бытового мусора. Здесь тоже бытовой мусор. На той стороне куча танкового рова. Всевозможный. Забор пороманный. Какие-то пузырьки, склянки. Здесь тоже где-то развалены. Старый забор валяется. Это пузырька танковых ров от детского сана. Вот что было после субботника. Прошадский транштейн контейнер между улицей Калинина и Чайковского. Как мы видим субботник эти, дело одного дня-двух. Пока проблема глобальная не решается, ситуация только ухудшается. Нет контейнеров, а мусор есть. Люди же мусор самим терзировать не будут. Так и получается. Да и дорога уже вся развеяна. Здесь панно битых бутылок неубранного мусора. Отдыхающие вольные могут себе пробить ногу битыми бутылками или горлочками. Как мы видим, мусор кто не убирает. Слянки везде. Мусорный контейнер припомнил. И не вывозится.